Девушки отдыхают Раньше я и представить не мог, что стану детским репортером А теперь я рассказываю и показываю вам все то, что раньше было для многих большим секретом А темы моих репортажей подсказываете вы в своих письмах Вот, к примеру, письмо от Калининой Маши из Москвы Она пишет Здравствуй, Зубок! Здравствуй, Маша! Недавно я побывала на самом настоящем карнавале Там все были наряжены в разные костюмы И я танцевала в костюме Белочки Расскажи по секрету, кто выдумывает эти костюмы Вот, видите? Вот она, тема для нового репортажа Пока я не знаю ответа на этот вопрос Но найду его В этом сомневаться не приходится Вперед! По секрету всему свету Мы, друзья, расскажем всем Что, откуда происходит Почему, когда, зачем На любой вопрос ребятам Мы ответ найти спешим Потому что все на свете Непременно знать хотим Вот кажется, что карнавальные костюмы Та же самая одежда И шить их могут в обычном ателье Но это не так Костюмы для праздников Шьют в необычных мастерских В одной из них мы сегодня и оказались Здесь праздник каждый день Вы только представьте себе Можно перемерить сколько угодно карнавальных костюмов И в один день побывать И Иваном Царевичем из Тридевятого Царства И Дедом Морозом с новогодней ёлки И даже зайчиком из сказочного леса Работа по созданию карнавального костюма Начинается у закройщика Ведь одно дело придумать костюм А совсем другое дело подобрать ткань И правильно её раскроить Закройщик – это мастер, который понимает Из каких деталей состоит костюм И умеет вырезать их из ткани После этого все детали карнавальной одежды Попадают в швейный цех Здесь мастерицы сшивают детали костюмов В единое целое Машинки у них непростые Одна шьёт, другая обмётывает швы Чтобы ни одна лишняя ниточка не торчала А третья сама делает петли для пуговиц Кажется, что швейные машинки делают всё сами по себе Но это не так В швейном деле главное не машинка, а швея Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Инна А меня зовут Зубок Скажите, пожалуйста, а что вы делаете? Я обмётываю срезы, чтобы они не осыпались Вот на этой машинке, да? Да А как машинка эта называется? Да, машинка называется оверлаком Для украшения карнавальной одежды Используются специальные швейные машины Которые умеют вышивать узоры Вы не поверите, на моих глазах На лоскутке ткани растёл цветок Необычайной красоты Эх, как бы было хорошо, если бы все люди Вместо обычной одежды Каждый день носили карнавальную Идёшь по улице, а тебе всю дорогу встречаются зайчики-медвежата Каждый день был бы весёлым праздником Интересно А может, день-нибудь так и ходит? Узнай об этом у тётушки Матильды Алло Алло Тётушка Матильда, вы меня слышите? Алло Ой, конечно слышу, Зубок А о чём ты хочешь узнать? Тётушка Матильда, я попал в мастерскую Где шьют карнавальные костюмы Очень бы хотелось узнать Есть где-нибудь страна, в которой ходят в карнавальных костюмах каждый день? Зубок, ну ты и фантазёр Такой страны, где праздник каждый день, конечно, нет Но во многих странах один раз в год устраивают пышное карнавальное празднество Такое случается в Бразилии, в Италии, в России и в некоторых других странах Это началось очень давно Древним людям хотелось быть похожими на животных Поэтому они стали создавать себе костюмы зверей Наивные они полагали, что тот, кто наденет костюм медведя, станет сильным, как медведь А костюм обезьяны придаст им ловкости Ну, конечно, всё это чепуха И силу, и ловкость смогут дать только регулярные спортивные тренировки Людям всегда нравилось театральное искусство А в дни карнавала можно было легко преобразиться Побыть в какой-нибудь роли Ну, бедный крестьянин мог стать королём, нацепив коронную мантию Лентяю Лежебоке разрешалось почувствовать себя учёным с профессорской шапочкой на голове А солдат мог поиграть в генерала, прохаживаясь с саблей на боку Однако, скажу тебе, Зубок Карнавальный костюм не придаст ума лентяю Храбрости солдату, а крестьянину знатности Всё это нужно заслужить долгим старательным трудом Спасибо вам, тётушка Матильда Я это запомню Пожалуйста Ну вот, сегодня вы узнали, кто выдумывает и делает костюмы для праздников и представлений Пишите нам, ребята С вами был корреспондент Зубок До свидания Редактор субтитров А.Семкин